Здравствуйте, уважаемые зрители! Это снова я, это CryptoSpy, это мой следующий обзор криптовалютного рынка на русском языке. Итак, начинаем. Давайте посмотрим на котировки ведущих криптовалют согласно сайту CoinGecko. И здесь видно, что рынок зафиксировал маленькое положительное изменение за последние 24 часа. Но если посмотреть на графики за последние 7 дней, то динамика достаточно позитивная. Я хочу сказать, что сегодня я упомяну просто несколько таких интересных и, на мой взгляд, полезных новостей по криптовалютному рынку. Первое, что я хочу упомянуть, вот этот очень хороший рост, который наблюдается у графика Ethereum. То есть видно, что Ethereum вырос на 21% за последние 7 дней. Конечно, за этим есть такое, на мой взгляд, логическое объяснение. То есть, если мы перейдем к Twitter аккаунту Виталика Бутерина, здесь видно, что он выложил информацию по поводу Ethereum 2.0 или Ethereum 2.0. Соответственно, если мы здесь кликнем, здесь есть дополнительная информация по поводу вот этого обновления, апгрейта или апдейта. То есть можно его называть по-любому. То есть по поводу предстоящего обновления Ethereum 2.0. На данный момент идет тест NET, называемый MEDAL, потом практически будет запуск ATTACK NETS Beta 0 и потом уже будет прогресс по слиянию и не по совместному практически, давайте так скажу, интеграции Ethereum 1.0 и Ethereum 2.0. Соответственно, вот она ключевая, практически фундаментальная причина для роста цены Ethereum, на мой взгляд, за последние 7 дней, потому что видно, что уже потихонечку мы приближаемся к реальному запуску Ethereum 2.0. И тут, конечно, уже много обсуждений, много новостей, например, на сайте CoinDesk есть такая статья, все, что нужно знать по поводу Ethereum 2.0, то есть Ethereum 2.0 это обновление долгожданное, вот здесь написано Year's Long Upgrade, который практически уже развивается или над ним работает достаточно долго, несколько лет, уже приближается его запуск. И, соответственно, вот здесь все вот эти обновления, которые практически были на графике Ethereum, и вот здесь, конечно, можете прочитать вот эту статью, то есть таких статей очень много, не только на сайте CoinDesk, которые пытаются объяснить, каковы будут нововведения пользы для пользователей, выгоды для пользователей после введения Ethereum 2.0. Конечно, я очень рад, когда вижу, что идет прогресс в блокчейн-пространстве, мы понимаем, что разработчики, они все время трудятся над этим, чтобы усовершенствовать блокчейн-индустрию. Я, когда вижу такие новости, очень рад. И, соответственно, хочу упомянуть еще одну такую полезную новость, вот, например, этот твит, твиттер-аккаунт Адам Бек, мы знаем, что он очень известный человек в криптовалютном пространстве, создатель хеш-кеш-алгоритма. Он практически сделал один ретвит вот этого заявления Гарри Каспарова, то есть Гарри Каспаров, это мастер шаха, то есть, ну, русскоязычные люди его очень хорошо знают, то есть, чемпион. И, соответственно, вот, что он выложил здесь, очень интересный такой твит, что, по его мнению, биткоин – это нечто очень перспективное, децентрализованное деньги, потому что здесь есть магическое число. Предложение биткоина отграничено в 21 миллиона, а вот если посмотреть на американский доллар, там непонятно, центральный банк США, Федрезерв, сколько будет еще печатать, там нет никакого лимита. И, соответственно, шахматист, он утверждает, что вот люди все больше и больше будут искать такие альтернативы печатному станку центральных банков, и они будут переходить, чтобы уберечь себя от инфляции к децентрализованным активам, такие как биткоин. То есть, все больше и больше, конечно, эта индустрия будет продвигаться, когда мы понимаем, что разработчики все время трудятся над этими криптовалютами, над блокчейн-проектами, вот как, например, эфириум. То есть, они пытаются улучшить экосистему криптовалют. И, соответственно, да, вот сегодня я коротко об этом хотел поговорить, то есть, упомянуть вот эти интересные такие новости. Последнее, что хочу сказать, вот на фоне вот этой информации, да, криптовалютная индустрия, блокчейн-индустрия, она все больше и больше развивается, все больше и больше людей переходят к этой индустрии, начинают внутри что-то делать, заниматься. Я хочу сказать, что вот, например, есть такая платформа Uptrend, может, многие из вас уже ею пользуются. Вот, например, это мой аккаунт, я также выкладываю свои обзоры по криптовалютному рынку и на этой платформе. Здесь можно зарабатывать лайки, то есть, за лайки вы получаете токены Uptrend, которые потом можно обменять. И почему я сегодня в конце своего обзора решил это упомянуть, эту же новость, потому что вот это видео, оно практически, я выкладываю свои видео и на этой платформе, и за лайки еще раз здесь зарабатывается токены Uptrend. Вот здесь очень много информации, информация, которая практически другие люди также выкладывают, очень много практически постов и так далее. И что хочу сказать, вот эта биржа Probit, конечно, не из самых известных, но некоторые люди из Steam и Hive Communities, они потихонечку начали пользоваться Probit, потому что когда-то здесь были единственные возможности там менять, например, SBD или HPD на Tether и так далее. То есть, это в нашей экосистеме достаточно известная такая маленькая криптовалютная биржа. И очень рад, что Probit, если перейти к Exchange, они совсем недавно добавили и токен 1UP. Ранее 1UP токены или Uptrend токены, они торговались только на децентрализованных биржах в основном. А сейчас, вот если напишем, то здесь уже есть токен, он листинг токена Uptrend, то есть торговля началась где-то 10 дней назад, можно сказать, или чуть меньше. И здесь сейчас создатели контента, то есть блогеры, которые выкладывают информацию на Uptrend, могут обменивать свои токены уже на Probit. И я этому очень рад. На самом деле, друзья, у меня на этом все. Всем хороших выходных и до новых встреч. С вами, как всегда, в это время был AdCryptoSpar.